В текущем году в Курдайском районе реализуется немало проектов, судьбоносных для данного района. Все строительные работы под чутким контролем районного Акима. Помогают ему в этом частые рейды. Одну из последних он начал с аула Альжан-Ана, где посетил ряд объектов. Работа идёт согласно графику. Объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре. В этом же ауле идёт капитальный ремонт средней школы номер 23 имени Рыскулова. Одно из старейших средних учебных заведений обретёт своё второе дыхание. Полная замена дверей, окон, кровли и теплосети преобразует здание до неузнаваемости. Строители не упускают ни одного дня, простое не наблюдается. В этом убедился и сам Аким. Особое внимание он обратил на качество стройматериалов, наказав подрядчикам довести до ума и благоустройство близлежащей территории. Контроль тут же возложил на своего заместителя Ирлана Оренбаева. В ходе своей рабочей поездки район Аким проверил и качество ремонта местных дорог, а также встретился с жителями аула. Поинтересовался, как и чем живут люди сегодня, выслушал их чаяния и предложения. К слову, в ауле Альжан-Ана в текущем году был запланирован ремонт 20 улиц, 18 из них уже завершены. «Всё это мы делаем прежде всего для простого народа, чтобы людям было удобно и комфортно жить», – сказал Аким. В Степном сельском округе Ростемдаулет, осмотрев строительные работы по прокладке водопровода в ауле «Орал», остался доволен увиденным. С введением его в эксплуатацию свыше полторы тысяч селян будут обеспечены чистой питьевой водой. Согласно плана, будет построено два резервуара-накопителя и станция по очистке воды. Здесь же Аким поговорил с жителями, призвав их всех строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в условиях пандемии коронавируса. Куляш Мурзакова, Азат Байтимир, 77 Ньюс.